Ой, какой дом красивый-то! Ой, пожить бы хоть денёчек в таком доме-то! Пожалуйста! Отце! Добрый вечер, сеньора! Добрый вечер! Привет! Добро пожаловать! Схватили меня под белые рученьки и усадили в мягкое креслице. Такого гостеприимства я от итальянцев не ожидал. Мало ли, кто я такой! А почему никто не снимает перед входом обувь? Почему все ходят в уличной обуви у вас по дому? И я тоже, вот! Я не знала, что у вас в России принято снимать обувь, прежде чем заходить в дом. У нас так не принято. Надо сказать, что русские умнее нас. Если бы мы делали так же, я бы реже чистила ковры и мыла полы. Вы молодцы! Шкаф в гостиной заставлен книгами по истории. Это папа Виторио, муж сеньоры Бриндизи, читает. Стены дома увешаны картинами. Это двоюродный брат сеньоры Рено Бриндизи, известный итальянский художник, пишет и дарит сестре. Семья у Виторио большая. Почти все взрослые дети живут с родителями. Оказывается, у итальянцев это в порядке вещей. И нет в этом ничего постыдного. У нас вот или в Америке дети, наоборот, стремятся пораньше выпорхнуть из родительского гнезда, из-под опеки ближайших родственников. Я предлагаю вам остаться на ужин. Специально для вас я приготовлю местное блюдо – макарони а-ля гитарра. Макароны сеньора Бриндизи делает на нижнем этаже. На кухне и места маловато. На 100 граммов муки одно яичко. Муку выкладываем горкой с углублением, эдаким вулканчиком. И не торопясь перемешиваем чуть-чуть яичко с чуть-чуть мукой. Как же хочется есть. Месим, значит, месим, потом раскатываем. Ничего необычного. Потом блин режут на части, а части прокатывают скалкой через специальную резку, похожую на гитару. И все. Наша лапша по-домашнему, только тонюсенькая. Осталось правильно отварить и подать на стол голодному гостю макарони а-ля гитарра. За мою новую семью. Спасибо. Ты правильно сделал, да? Я не знаю, кто первым придумал делать макаронные изделия. Возможно, это были древние китайцы или древние египтяне. Но то, что итальянцы делают их лучше всех в мире, это совершенно точно и определенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин